Продолжение следует... ...на онлайн-лекции фонда имени Миклуха Маклая. Меня зовут Артём Гарин, и я являюсь представителем молодёжного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая. Сегодня мы с вами поговорим о кругосветных экспедициях от Истафьевича Коцебу, благодаря которым были собраны ценные знания об этнографии океании, а также открыты несколько десятков островов и атоллов, впоследствии получивших русские названия. Лекция организована в рамках образовательно-просветительского проекта «Россия-Океания XIX и XXI века» при поддержке фонда президентских грантов. Прежде чем мы поговорим об океанийских свидетельствах и приключениях от Истафьевича Коцебу, нам следует разобраться, что из себя представляет данный регион. Океания – это уникальный регион в южной части Тихого океана, где располагается более 25 тысяч островов, общей площадью более 8 миллионов квадратных километров. Несмотря на то, что изначально масштабы океании кажутся сравнительно небольшими, сам регион простирается от берегов Австралии, как мы видим, до южноамериканского континента. Говоря о масштабах региона и для более детального представления, нам следует отметить, что самое крупное государство океании – Папуа-Новой Гвинеи – сопоставимо по своим размерам с Германией. В океании расположены 13 независимых государств, куда также входят Папуа-Новая Гвинея, Венуату, Соломоновые острова и примерно столько же самоуправляющихся территорий, принадлежащих Австралии, Новой Зеландии, Соединенным Штатам, и Франции. Считается, что еще 60 тысяч лет назад острова океании практически не были заселены, но ученые сходятся во мнении, что происхождение океанийских народов берет свое начало из Юго-Восточной Азии. Океанию принято делить на три историко-культурных ареала, как мы видим на данной карте – это Меланезия, Микронезия и Полинезия. Говоря о первой кругосветной экспедиции от Истафьевича Коцебу на бриге Рюрик, то в ее задачи входили поиск северо-восточного прохода из Берингово моря в Атлантический океан, уточнение положения некоторых островов в тропической зоне Тихого океана, а также проведение научно-исследовательских работ в области гидрографии, океанографии и метеорологии. В июле 1815 года экспедиция под командованием Отто Истафьевича вышла из Кронштадта. Ее дальнейший путь пролегал через Атлантический океан с заходом на Канарские острова для пополнения припасов и продовольствия. Затем через Бразилию, обогнув мыс Горненбрик, Рюрик зашел в Чилийскую бухту Концепсьон и отправился в длительный переход через Тихий океан к полуострову Камчатка. Весной 1816 года экипаж Рюрикова увидел силуэт полинезийского острова Пасхи и с радостью ждал предстоящей встречи с островитянами. Остров Пасхи величественно возвышался над водой, был треугольной формы, и на нем произрастали пальмы и множество желтых цветов. Как только небольшие русские лодки подошли к берегу, к ним подплыли сотни людей, они обменивали бананы, сахарный тростник, ямс и таро на железо. В целом, жители острова Пасхи чувствовали себя достаточно комфортно, но обмен происходил при условии нахождения русских экипажей у берега. Согласно дневникам ученого и писателя Адельберто фон Шамиса, жители острова Пасхи были дружелюбными, шумными и нетерпеливыми. Их лица были покрыты красной, белой и черной краской, а тела – татуировками. Мужчины носили плащи, белые или желтые, сделанные из коры местных деревьев. В качестве украшений были распространены венки из цветов и листьев, а также ожерелье из раковин. Русские моряки, к сожалению, так и не смогли высадиться на берег острова Пасхи из-за опасений местных жителей, которые уже имели неприятный опыт встреч с моряками из других стран. В результате экспедиция Отто Коцебу решила вернуться обратно на борт Рюрика, дабы не беспокоить островитям. Через месяц после отплытия от острова Пасхи, держа курс к берегам Камчатки через Тихий океан, 20 апреля 1816 года Коцебу открыл свой первый остров в Полинезии, который он назвал островом Румянцево. По свидетельствам русских моряков, остров не был заселён, но полинезийцы регулярно посещали его, что подтверждалось множественными тропинками, вырытыми ямами для сбора пресной воды, а также несколькими хижинами. Как впоследствии записал сам Утаистафьевич, он чувствовал себя несказанно счастливым на этом маленьком островке, и при всей незначительности, как он писал нашего открытия, он не променял бы его ни на какие сокровища мира. При исследовании острова русские моряки нашли также несколько развешанных рыболовных сетей и предположили, что островитяне приезжают сюда только в определённое время для рыбной логи. В ноябре 1816 года кругосветная экспедиция под командованием Коцебу прибыла гавайским или сандвичевым, как их тогда называли островами. Коцебу общался с местными жителями через знавшего местный язык помощника Эллиота, и на Гавайских островах состоялась встреча мореплавателя с королём Каме Анеа I, искусным политиком и умным человеком, которому удалось установить отношения с великими державами Англии, Франции и Соединёнными Штатами, при этом сохранить независимость своего королевства. Как запишет сам Моты Евстафьевич, благополучием, непринуждённостью и ласковостью при обращении он, то есть Каме Амеа, вызывал у него величайшее доверие. На острове Коцебу внимательно изучал быты и обычаи местных жителей и, в частности, прибывших туда европейцев. За время пребывания на Гавайских островах между участниками русской кругосветной экспедиции гавайцами установились тесные дружеские отношения. А сам король Каме Амеа не стал принимать никаких подарков от русских моряков и выдал провизию для продолжения плавания, ничего не попросив замен. Позже Коцебу отметит, что Каме Амеа заслуживает, чтобы ему был воздвигнут памятник и что осуществится в 1883 году и, как мы видим, слова Отто Истафьевича окажутся пророческими. Особенно примечательные исследования Отто Истафьевича Коцебу на Омаршаловых островах в 1816 и в 1817 годах, где были открыты и ненесены на карту еще 10 новых атоллов, впоследствии получивших русские названия. Проживающие на этих атоллах местные жители всегда оказывали российским морякам дружеский прием. И так, например, первым словом, которое моряки узнали при высадке на берег от жителей группы островов Ратак, было слово Айдара, что означает «друг». На самом атолле Аур состоялась известная встреча русских моряков с островитянином по имени Каду, который попросил принять участие в кругосветном плавании и в дальнейшем сопровождал Коцебу на рейсе на Алиутские острова, после чего вернулся обратно в Микронезию. Примечательна и сама история Каду, ведь он не являлся коренным жителем данного атолла, оказался на нем из-за шторма, который унес его рыбацкую лодку от берегов родного острова под названием Уля. И, что примечательно, Каду провел в океане практически восемь месяцев, прежде чем добраться до нового атолла. Вот и Истафьевич Коцебу высоко оценил человеческие качества Каду, благодаря которому путешественники получили бесценные сведения о жизни, нравах, быть и верованиях микронезийцев. Ученый Шамиса ежедневно узнавал что-либо новое о Маршаловых и Каролинских островах, и со временем это становилось все легче, поскольку Каду начал понимать русский язык, а российские моряки стали понимать родной язык Каду. Затем экспедиция от Истафьевича Коцебу взяла курс на микронезийский остров Буан, откуда отправилась через Манилу, Кейптан и остров Святой Елены, где англичане тогда держали заключенного там Наполеона, в Санкт-Петербург, куда Брик Рюрик успешно прибыл во главе с Коцебу в августе 1818 года. Во время плавания на Рюрике Коцебу и Шамиса записали первые в истории этнографические сведения о жителях Маршаловых островов, а также существенно дополнили этнографические сведения о жителях Гавайских и Марианских островов. Ознакомившись с основами полинезийских и микронезийских языков, лингвистически одаренный ученый Адальберт Шамиса пришел к выводу, что они родственны малайским и выдвинул теорию азиатского происхождения микронезийцев и полинезийцев. Собранные экспедициями Коцебу предметы быта жителей Тихоокеанских островов по сей день хранятся в Санкт-Петербурге в фондах музея антропологии и этнографии, ну или кунцкамере. В 1823-1826 годах Коцебу возглавил второе кругосветное плавание на шлюпе предприятия, задачей которого входило обследование Берингового пролива, Аляски и тропических морей-океаний. В июле 1823 года экспедиция вышла из Кронштадта, затем снова через Канарские острова экспедиция направилась к Рио-де-Жанейро и, обогнув мыс Горн, зашла в бухту Концепсион в Чили. Выйдя оттуда в феврале 1824 года экспедиция направилась в самое сердце Полинезии, остров Таити, на пути к которому Коцебу открыл обитаемый атом и назвал его именем своего шлюпа предприятия. 14 марта 1824 года русская экспедиция прибыла к острову Таити, жители которого с радостью приветствовали экипаж предприятия. Во время пребывания на острове Коцебу удалось пообщаться с королевой Таити и даже увидеть новорожденного короля Помары Третьего. Члены королевской семьи также посетили русское судно и во время их визита, как описывает русский мореплаватель, он беседовал с мудрым таитянским старцем, который лично знал мореплавателя Джеймса Кука, помогал ему исследовать берега Таити, а также обладал хорошими знаниями в области географии. Он знал, где находится Россия и знал, что в Великобритании это тоже остров. Более того, островитяне проявили большой интерес к естественной исторической коллекции исследователя Ишольца и в знак благодарности за увлекательный рассказ жители острова Таити приносили исследователю различных бабочек, жучков и тому подобное. По свидетельству Мотта и Стафи Чикоцебу, таитяне в высшей степени это кроткий, доброжелательный, прямодушный, веселый и миролюбивый народ, хотя у некоторых из них были рубцы от ранений, которые были получены в войнах и свидетельствовали о том, что таитяне это также и довольно храбрый народ. Но в то же время ненависть и месть, как отмечает Коцебу, были совершенно чужды их сердцам. Кроме того, мореплаватель считал таитян искусными мореходами. Также интересны и сведения у Таити и Стафи Чикоцебу о рыбном промысле жителей Океании. Как он пишет, следует заметить, что у островитян Южного моря рыбная ловля отнюдь не считается тягостным промыслом, которое свойственно низшим классам, а является развлечением аристократии, как, например, у нас охота за гонщиками. Камиамиа, первый могущественный король сандвичевых, или, как мы уже разобрались, гавайских островов, был очень искусным рыбаком и увлекался рыболовством не меньше, чем какой-нибудь европейский князь охотой на оленей. Затем шлюп предприятия достиг острова Оддия в Маршаловых островах, где Кацебу был семь лет назад. Местные жители, которые помнили русского мореплавателя, были искренне рады видеть своего старого друга, но в то же время, что касается Каду, увидеться с ним так не удалось. Оставленные вместе с ним животные и растения, включая его самого, перевез на остров Армет местный верховный вождь. Каду теперь был женат на дочерью вождя, продолжая присматривать за европейскими растениями и животными, которые сильно размножились на острове Армет, и что очень обрадовало от Эстафевича Кацебу. После пребывания на Маршаловых островах, шлюп предприятия устремился на Камчатку, откуда прибыл в Калифорнию, а затем направился к Гавайским островам, где Кацебу удалось пообщаться с женой уже покойного короля Камиамия I, которую звали Намахаана. Ее желание побеседовать с российским мореплавателем было вызвано и тем, что она уже многое слышала о России и от Гавайца по имени Лаури, путешествовавшего на шлюпе Камчатка в 1818-1819 годах с российской экспедицией под командованием Василия Михайловича Головнина. Покинув Гавайи в сентябре 1824 года, Кацебу снова отправился к Маршаловым островам, которые располагаются в Микронезии, где им были открыты новые необитаемые острова, которые впоследствии получили узкие названия. Ну и затем экспедиция снова запаслась припасами на острове Гуам, где я также узнал от иностранных мореплавателей, что они используют карты, подробно составленные первым русским кругосветным мореплавателем Иваном Фёдоровичем Крузенштерном. Отчалив из Гуама, экспедиция взяла курс на Манилу, то есть Филиппины, и уже 10 июля 1826 года вернулась в Кронштадт. В ходе второй экспедиции Кацебу на шлюпе предприятия были открыты десятки островов в Тихом океане, а сам Кацебу вместе с учёным Эмилием Христиановичем Ленцем впервые в истории исследования Мирового океана выполнили многочисленные определения удельного веса, солёности, температуры, плотности и прозрачности морской воды в умеренном и жарких поясах. Более того, Эмилий Ленц первым определил, что температура вод Мирового океана на глубинах довольно низкая. Таким образом, во время двух кругосветных плаваний 1815-1818 годов и 1823-1826 годов Отто Истафевич Кацебу провёл исследование в различных историко-культурных областях океании, где были собраны ценнейшие этнографические сведения, открыты новые острова, а также проведены важные океанографические работы и зоологические наблюдения. На этом наша лекция о свидетельствах и путешествиях Отто Истафевича Кацебу в океане подошла к концу. Благодарим вас за просмотр и ждём ваших вопросов в комментариях. До новых встреч и следите за новостями фонда имени Миклуха Маклая. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...